Добрый вечер! Это новости на канале ТВЛ в студии Анны Вязгина. Смотрите сегодня. Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки провели в Доме молодежи для особенных детей. Смертный медальон раскрыл имя погибшего солдата через 71 год. Как идет капитальный ремонт в здании будущей детской поликлиники, проверил глава города Денис Семенов. А сейчас подробнее. В братской могиле красноармейцев на территории Бобруйской крепости был найден смертный медальон бойца, который считался без вести пропавшим более 70 лет. Имя солдата стало известно. Проживал он в Электрогорске и именно здесь был призван на фронт. 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Установили эту памятную дату в честь тех, кто пропал без вести на фронтах Великой Отечественной, Афганской и Теченской войн. В этот знаменательный день состоялось вручение смертного медальона жителя нашего города, пропавшего без вести в годы войны, Анатолия Шарова. После окончания Великой Отечественной войны осталось множество безымянных братских воинских захоронений, останков погибших, пропавших без вести. Цель наших поколений – разыскать все без исключения останки военнослужащих, установить личности, у кого возможно, и перезахоронить с почестями, отдав свой гражданский долг тем безымянным героям, кто отдал жизнь за свою страну в годы войны. С 50-х годов действует поисковое движение. Люди выходят в поля, где проходили боевые действия, для того, чтобы найти братские могилы солдат со времен Великой Отечественной войны, идентифицировать их, предать останки земле. Каждый год сотни пропавших без вести солдат поднимаются из земли, воронок, стрелковых ячеек и просто с полей, где они упали в последней атаке. 71 год житель Электрогорска Анатолий Иванович Шаров считался без вести пропавшим. Мать солдата в 1950 году подала в розыск и лишь недавно, в 2013-м, стало известно, что погиб он на территории бывшего лагеря военнопленных в Бобруйской крепости. Поиски длиной в 70 лет окончены. Именно там белорусские поисковики обнаружили смертный медальон красноармейца. Военный комиссар Сергей Чиркин вручил памятную реликвию поисковому отряду «Боец». Теперь в списке пропавших без вести солдат стало на одну фамилию меньше. Передаю вам, чтобы здесь в Электрогорске молодые ребята знали эту память, хранили, что есть такой герой в Электрогорске, который не пропал без вести. Мы теперь знаем точно, где он погиб. И это, я надеюсь, будет очень-очень молодому поколению память сюда хранить. Обязательно очень важная информация, поэтому примите. Шаров, это уже мое извещение было на Шарова Анастасию Гавриловну, это мама, которая проживала в городском округе, в городе Электрогорск, улица Сталин, 41, квартира 19. Что ее солдат Шаров Анатолий Иванович, выраженец Рязанской области, Ряжского района, село Березово, в 1921 году рождения, находился на фронте и пропал без вести в феврале 1942 года. Но теперь мы точно знаем, где он погиб. Найти медальон считается большой удачей. Вкладыш очень хорошо сохранился. И на нем сам Анатолий химическим карандашом написал свою фамилию и откуда он родом. Вот такая бумажечка, самодельная, записанная полностью фамилия, им отчество, где проживал, где призывался. В принципе, сохранилась, хоть и прошло практически уже более 70 лет, но сохранилось все читаемое. Поэтому... Это действительно бумажка, вот ее называется, самодельная, потому что в этот смертный медальон вкладывается такая узенькая бумажка, разделенная на две части. А вот эта вот самодельная. И в принципе, как вот ребята, которые прислали с Бобруйска, они написали, что найден среди 34 смертных медальонов, значит, вот на территории лагеря военнопленных в Бобруйске, значит, один из наших медальонов, и они указали, что именно самодельная бумажка вот эта вот. Поисковый отряд «Боец» уже 4 года занимается поиском родственников солдата. К великому сожалению, найти их до сих пор не удалось. Но на этом они не останавливаются, и поиски все равно продолжаются. Будем надеяться, может быть, увидят сейчас по телевидению. Да, хотелось бы. Да, хотелось бы все-таки откликнуться, может быть, родственники еще раз вот... Знакомые, может быть. Да, может быть, кто-то помнит, кто-то знал, где кто проживал, может, кто-то узнал, где-то куда-то уехал, какие-то есть сведения. Поэтому хотелось бы еще раз всем обратиться именно, может быть, к Шаровым, да, кто корни выходит от Шаровых. Откликнуться, может быть, поднимем, все-таки найдем действительно настоящих родственников, и уже передадим их, я считаю, очень ценную капсулу. Поэтому память о своих родственниках надо помнить обязательно. В этот день к мемориалу погибших в сквере боевого братства возложили цветы и почтили их память минуты молчания. В городе 9 декабря пройдет день открытых дверей в управляющей компании «Ленком». День открытых дверей будет проходить с 10 до 13 часов. Жители смогут пообщаться с руководством управляющей компании, юристами и инспекторами надзорного ведомства задать интересующие их вопросы сотрудникам управляющих организаций. Дни открытых дверей в управляющих компаниях на территории Московской области проводятся по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2014 года. С 2016 года акция стала проходить ежеквартально. Как проходит ремонт в здании детской поликлиники, проверил глава города во время выездного совещания во вторник, 6 декабря. Очередной выезд на объект прошел с участием директора управляющей компании, начальника отдела ЖКХ городской администрации, руководителя подрядной строительной организации «Строинженерия» и главного врача Электрогорской больницы. Капитальный ремонт детской поликлиники Электрогорской городской больницы – одна из важнейших задач, которую необходимо завершить до конца текущего года. Надо канализацию продолжить, два колодца сделать и врезку. Один промежуточный и один врезку сделать у нас по плану. То есть нам надо завтра будет экскаватор сюда копать, выкопать под кольца, положить там с дном у нас колодца, дно вытащить, там два-три кольца сколько? Два кольца. Ну два кольца, получается, завести трубу, повернуть оттуда, то есть сделать ложбинки, ты знаешь, как все делается. Сделать ложбинки, сделать врезку центральную канализацию и сразу срочно делать электричество, потому что 15-го мы должны закончить по факту. Электричество нужна уже постоянная схема, то есть это уже числа 20-го уже все должно быть смонтировано, подведено. Ход работ находится на личном контроле главы города Дениса Семенова. В здании продолжаются отделочные работы, идет установка окон, откосов, дверей. На кровле необходимо смонтировать систему снегозадержания. Сделана внутренняя разводка электрики. Закончены работы по малярке второго этажа. Сегодня дошкуриваем, завтра все выкрасим. Идут плиточные работы, полностью сделана одна лестница. Закончен монтаж оборудования по вентиляции в полном объеме. Идет монтаж фаянса, то есть сантехнических разводок, это водопровод, канализация, горячий, холодный, самоустановленный ящик, который мы видим. И слаботочники завезли оборудование в полном объеме. На днях приступают к романкам. Строители работают без выходных, чтобы в установленные сроки завершить ремонт. Декабрь – чудесный месяц, когда все живут в ожидании чуда, волшебства и, конечно, перемен. Все стараются подготовиться к празднику, создать сказочную атмосферу и приготовить подарки для самых родных и близких людей. И мероприятие, которое прошло в среду, 6 декабря, в Доме молодежи, было подготовкой к приближающимся праздникам. О том, кто принимал в нем участие, с места события расскажут наши корреспонденты. Цветные бумаги, клей, ножницы. Сегодня для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. Организаторы и воспитанники молодежного центра рассказали и показали ребятам, как сделать в подарок маме или другу яркого и разноцветного Дедушку Мороза. Ребят, все любят Новый Год? Да! Все Дед Мороза ждут в подарок? Да! А сами любите подарки дарить? Да! Бабушке или другу своему? Открытка будет выглядеть вот так. Смотрите, всем видно? Да! Вот такой красивый Дед Мороз у нас получится! Новогодние мероприятия в Доме молодежи с участием особенных детей стали доброй и хорошей традицией. Это мероприятие стало традиционным. В прошлом году то же самое проводили. Мы приглашаем особенных деток к нам в гости, чтобы наши воспитанники пообщались, помогли. И в преддверии Нового года мы устраиваем вот такую небольшую благотворительную акцию. Они будут состоять из мастер-класса новогоднего. В следующей среде у нас будут игры для деток. И в следующей среде у нас будет праздничное чаепитие. Мы подарим сладкие подарки деткам. Такие встречи направлены на то, чтобы особенные дети ощущали себя в обществе сверстников радостными, нужными и счастливыми. Расскажи, пожалуйста, тебе нравятся такие мероприятия? Да! А что ты здесь делаешь? Нет, не трогайся. Скажи мне, я подержу, а ты мне расскажешь. А что ты здесь делаешь? Клеишь Деда Мороза. Да. Тебе нравится здесь? Да! Молодец! А как тебя зовут? Ло. Леша. Нужны на самом деле? Да, конечно, нужны для таких детей, чтобы они больше общались. А здоровые дети поняли. В мире нет никаких барьеров для общения с такими ребятами. Мне очень нравится в таких мероприятиях участвовать. Дети очень хорошие, добрые, веселые. Вот мы делаем сейчас открытку Деда Мороза. И надеюсь, что мой напарник вспомнит про меня, когда будет дарить. Никто из детей не остался без помощи. Все постарались на славу. И больше двух десятков новогодних открыток, старательно сделанные особенными мальчишками и девчонками, порадуют их родных и близких. Приглашаем вас посетить магазин «Пуреза» в торговом центре «Континенталь» по адресу город Электрогорск, улица Горького, дом 3Б, 3 этаж, павильон 28. В наличии детская обувь от 17-го размера. Утеплите ножки вашего малыша и подберите обувь для новогодних мероприятий. Также в наличии новогодние игрушки и элементы для создания новогоднего интерьера. Одиночество – одна из основных проблем в пожилом возрасте. Жизнь идет, дети растут и создают собственные семьи. Любимые уходят в иной мир. Дом пустеет, и человек остается один, всеми забытый и никому не нужный. Особенно острое одиночество чувствуется в канун самого семейного праздника – Нового года. Именно поэтому отдел социальной защиты совместно с фондом «Старость в радость» предлагает жителям города в преддверии новогодних праздников подарить одиноким людям свое внимание и заботу. Одиночество – одна из самых основных проблем в пожилом возрасте. Жизнь идет, дети растут и создают свои семьи. Любимые уходят в иной мир. Дом пустеет, и человек остается один, всеми забытый и никому не нужный. Особенно острое одиночество чувствуется в канун самого семейного праздника – Нового года. Именно поэтому отдел социальной защиты совместно с фондом «Старость в радость» предлагает жителям города в преддверии новогодних праздников подарить одиноким людям свое внимание и заботу. Совместно с фондом «Старость в радость», с волонтерским объединением «Капитошка», а также с молодыми волонтерами Совета мы объявляем предновогодний сбор подарков для пожилых людей, инвалидов, одиноких людей. Точка сбора – Поча Советская, дом 2. Время сбора – это понедельник, суббота с 8 утра до 20.00 вечера. То есть можно принести необходимые вещи сюда, в отдел социальной защиты «Старость в радость» и «Старость в радость» и «Старость в радость» мы сформируем новогодние подарки. И перед Новым годом Дед Мороз придет ко всем пожилым людям и сделает подарок, подарит новогоднее настроение. Бабушкам и дедушкам будет приятно получить в подарок теплые носки и тапочки, календарик и магнитик с символикой Нового года, сладости, ночную сорочку или футболку. Что еще можно положить в мешок Деда Мороза, можно посмотреть на сайте фонда или уточнить в отделе социальной защиты. Мы каждый год проводим новогоднюю акцию с настоящим Дедом Морозом. Хочу обратить внимание, что настоящий Дед Мороз только у нас. Он действительно приходит к пожилым людям, к многодетным семьям, к одиноким людям перед Новым годом и дарит новогодние подарки, а Снегурочка дает хорошее настроение. Не останем со стороны, подарим старикам новогоднее настроение. Согреем их сердца добрым делом, порадуем своим вниманием и заботой. В студии была Анна Вязгина. Я прощаюсь с вами. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова